Действительно, принято новое законодательство и принято не случайно. В соответствии с целями национальных проектов, мы все знаем, предстоит улучшить жилищную обеспеченность граждан примерно на 10 квадратных метров относительно сегодняшних цифр. Ну и нетрудно посчитать, что это фактически означает дополнительное строительство к 2030 году 1,4 миллиарда квадратных метров. Ну и, соответственно, если пересчитать это на нормативную плотность, установленную 42-м у нас СП, для того соотношения ИЖС и многоквартирных домов, которые предполагается строить за эти годы, то, в общем, понятно становится, что нужно вовлечь в оборот дополнительно 140 тысяч гектар земель под жилищное строительство. То есть, на самом деле, ну, легко считается, это примерно на каждый миллион жителей где-то тысячу гектар дополнительно нужно вовлечь под жилищное строительство. Насколько это много, это легко понять из того, простой цифры, что Дом РФ, который у нас, как известно, достаточно активно включает в оборот неэффективно используемые, незастроенные территории, вводит где-то 3,4 тысячи гектаров в год в оборот. Вот, соответственно, понимаем, что, по сути, вот тех незастроенных территорий, мы понимаем, что они не обеспечены инженерными сетями, дорогами, это всегда очень сложно. Это только кажется, что поле можно застроить, а любой из застройщиков понимает, сколько проблем с этим связано. Поэтому наиболее эффективный и, наверное, единственный ресурс, который есть для того, чтобы решить задачи, поставленные национальным проектом, это, конечно, редевелопмент застроенных уже территорий, это расселение ветхоаварийного жилья, ну и так далее. Мы все понимаем, какие деградировавшие территории у нас есть в наших городах. Вообще, конечно, ну, всегда сейчас вспоминают в связи с принятием механизма КРТ реновацию, но все-таки надежды на реновацию в регионах, ну, пока это дело далекого будущего. Надо понимать, что вот я сейчас, конечно, презентацию не могу показать, ну, там простой достаточно расчет. Вот делали в Новосибирске, если взять обычную стандартную пятиэтажную хрущевку, которая занимает стандарты, там, 40 соток земли, и ее расселить, то получается, ну, стоимость сотки практически в 8-10 раз выше, чем по рынку. То есть, если так, ну, условно говоря, там, миллион, 2 миллиона даже мы будем считать за сотку, то здесь получится, условно говоря, 20 миллионов. Поэтому, конечно, это механизм нужный, механизм важный, в любом случае мы к нему придем, но все-таки это дело будущего. Наиболее актуально сейчас это как раз то, что у нас использовалось в механизме РЗТ, это расселение аварийного жилья, ну, как правило, это бараки двух-трехэтажные, все, мы тоже это знаем. Если посмотреть в Новосибирске, то ресурс земельный, и рассматривать вот это вот ветхоаварийное жилье как земельный ресурс, то под таким жильем у нас находится многоквартирным порядка 160 гектар, а под ИЖС, то есть вот частный сектор, так называемые эти дома, которые застроены достаточно наиболее привлекательны за развитие территориях, находится 650 гектар. То есть вот даже по цифрам уже это примерно совпадает, то есть практически такие же цифры будут, я думаю, в любом городе миллионники. Но, к сожалению, сегодня мы все-таки говорим о проблемах, у нас немножко непродуманно, видимо, оказалось в момент введения комплексного развития территории, и с 1 января остановился полностью механизм РЗТ, и сейчас мы только вот начинаем подходить опять к тому, чтобы реализовать те уже намеченные проекты по расселению аварийных домов. И Бараков с участием в государственном поводе по этому механизму ГЧП, да, уже в новых рамках. Ну и, к сожалению, вот те как раз 650 гектар, которые в Новосибирске находятся под индивидуальными жилищными строениями, они у нас уже были размечены на территории в рамках комплексного устойчивого развития территории, предыдущего механизма, который тоже с 1 января отменен, и фактически вот сейчас этот огромный градостроительный потенциал, он не может быть использован. Далее, с 1 января, как мы понимаем, почему произошла пауза, потому что во всех регионах, согласно новому законодательству, предстоит принять такой значительный объем региональных документов, региональную нормативную базу, и мы в рамках комитета Российского союза строителей проанализировали, ну, анализируем постоянно ход принятия их документов, сейчас он активизировался, во многом это, я думаю, благодаря тому, что появился, появилось в Министерстве строительства Российской Федерации, наконец-то комплекс, департамент комплексного развития территории, он еще поставил целевые показатели, и сейчас, вот если посмотреть, ну, примерно в половине регионов документы, если там по каждому документы, их там целый ряд, мы смотрим, примерно в половине регионов каждый документ уже так или иначе принят, во многих находятся еще в стадии разработки, но, к сожалению, вот в условиях этой небольшой какой-то организационной неразберихи изначальной, получилось так, что каждый регион самостоятельно занимался разработкой документов, но они все, в общем-то, умеют качественно это делать, и, в общем, получилось, что кто в лес, кто под рова. Многие регионы, на самом деле, очень тщательно продумывают документы, копируют там лучшие практики друг у друга стараются, но у многих документы получились такие, что, если начинаешь изучать внимательно, то порядок оказывается практически неисполним. То есть там, например, муниципалитет подает на согласование в область документы, согласно закону, есть порядок согласования, порядок согласования таков, что ты не согласуешь никогда. Там нужно отметить в 20 ведомствах, получить согласие, ну, это такое, будешь ходить по кругу. Но, с другой стороны, вот мы, например, вчера ознакомились с опытом Тюмени, смотрели комплексное развитие территории, и у них отличные, на мой взгляд, такие рамочные совершенно документы приняты, которые позволяют органам власти делать максимальный маневр при принятии решений, потому что, действительно, вот эти территории комплексного развития, они же, действительно, абсолютно, которые уходят под комплексное развитие, они абсолютно разнокалиберные. Там есть совершенно разная застройка, всегда есть какие-то разные случаи. И здесь, когда сам орган власти себя зажимает в какие-то жесткие ранки, то потом, ну, просто становится все это неисполнимым, и будут ругать опять законодательство. В целом, мы поэтому и создали в Российском Союзе строителей комитет, и задача – это выявлять лучшие практики, способствовать, и способствовать, безусловно, защите интересов бизнеса, защите интересов застройщика-инвестора. Сейчас очень важно стартовать пилотные проекты. Безусловно, ну, мне кажется, очевидно, что закон нужно править, как вот Михаил Ильич говорил, не боялись же править 214-й, там количество правок зашкаливало, но вот пришли, наконец, к какому-то хорошему результату. Ну, в числе наших предложений мы считаем, что необходимо четко расписать возможность участия государства в экономике проектов, нужно формализовать порядок работы и изъятия тех разнокалиберных объектов, которые оказываются на территориях комплексного развития, и очень важно это максимально защитить инвестора на протяжении длительной, это же длительный проект комплексного развития, то есть, как правило, большие территории, и здесь масса рисков, начиная от возможных изменений в правилах землепользной застройки, в городстоятельных регламентах, кончая рисками изменения самого законодательства или там при взаимодействии с государственными органами. У нас есть, на самом деле, конкретно уже предложение, которое мы в ближайшее время планируем плотно обсудить с профильным департаментом Министерства строительства Российской Федерации. Еще раз говорю, что это, я считаю, очень позитивно, что такой департамент появился, и надеюсь, что эта работа теперь пойдет системно. В целом, конечно, ну, если немножко еще и помечтать, то хотелось бы, чтобы комплексное развитие территории стало, ну, действительно, механизмом комплексным. У нас есть великолепные наработки Института градоплана города Москвы, где изучаются уже не только, просчитываются параметры проекта инвестиционные, но сразу же закладывается экономика будущих территорий, определяется градостроительный облик. Поэтому, наверное, и вообще говоря, должна уже работа идти по застройке, по единому мастер-плану, который должен делаться заранее. И, конечно, вот это нужно тоже доносить до регионов, это нужно обучать, потому что, ну, по большому счету, пока серьезной практики, такой работы в регионах еще нет и понимания. Ну, и еще об одной проблеме я хочу сказать, учитывая нашу сегодняшнюю тему, обманутых застройщиков. Так, одна очень серьезная проблема, которая сейчас вырисовалась практически во всех регионах, особенно это в Сибири, вот мы очень хорошо видим, это приэродромная территория. Вот приэродромная территория, это одна как раз из тех законодательных проблем, которая, по сути, может разрушить комплексность любой застройки. У нас сейчас многие инвесторы, я думаю, здесь присутствующие, московские заходят в регионы, и я уверяю, что риски того, что приобретенные вами участки потом попадут под значительные ограничения или вообще будут непригодны к застройке, они просто колоссальны, вследствие как раз того, что на них будут наложены эти приэродромные территории с неясными пока стоятными ограничениями. И вот тут как раз могут появиться те самые обманутые застройщики, которых у нас сегодня огласит наш заголовок. Мне кажется, тут нам нужно выступить как-то единым фронтом, и вообще надо как-то открыть глаза. А зачем вообще нужны приэродромные территории? И, откровенно говоря, за прошедшие годы, с момента принятия закона, ни сами аэродромы не поспешили установить территорию. То есть очевидно, что для них такая проблема не существует. Эту проблему не хочет решать Роспотребнадзор. Большинство регионов отказывается выдавать заключение и вообще заниматься этим вопросом. То есть они даже не знают, как это считать. То есть очевидно, что здоровью и безопасности граждан здесь, как правило, ничего не угрожает. Ну, для регионов это вообще-то смерти подобно. Понимаем, для строительной отрасли уже сейчас значительная часть градостроительных ресурсов уже выпала из оборота. Поэтому, мне кажется, тут нам нужно просто доносить уже до правительства ту мысль, что, наверное, это просто ошибка. И приэродромная территория, ну, сама эта система, она не заработала, и она просто никому не нужна. Достаточно работать в рамках полос воздушных подходов, используя разумные ограничения, которые там и сейчас есть, так сказать, можно дальше их пересчитать. Достаточно работать в рамках там санитарно-защитных зон, установленных от самого аэродрома. И в целом, как мы строили успешно в таких рамках, так мы будем, я думаю, продолжать строить. В целом, все-таки, я хочу сказать еще раз, что говорил о проблемах. Все, конечно, не так печально, работа идет. Вот, как Лена Николаевна отмечала, и коллеги говорили, мы движемся вперед. Я думаю, что все проблемы так или иначе разрешимы. И в целом, так сказать, ну, вот, если даже смотреть на ту динамику, которая у нас в Сибири происходит, я думаю, что задачи, поставленные национальными проектами, вот в условиях позитивного взаимодействия строительного сообщества с органами власти, я думаю, что эти задачи будут выполнимы. Спасибо. Продолжение следует...